Дорогие друзья! Всем здесь собравшимся, и всех здесь собравшихся, и для тех, кто, мы уверены, во время работы в вызовке будет приходить, а может быть и возвращаться в ее зал. Я с большим удовольствием предоставляю первое слово Григорию Научу-Колдовскому, заведующему отделу репсии 18-го, 1-го года 19-го века, который является автором, вдохновителем и создателем той выставки, которую мы сегодня увидим. Григорий Науч, прошу. Приятно чувствовать себя автором, составительным и создателем, но это несправедливо, потому что вы работали над этой выставкой. Очень много, все, что мы думали об этой выставке в общем-то не один год, обсуждая, как мы будем делать, безусловно, преодолевая страх перед этим важным делом. Ну, некоторые просто к этой или подобной выставке шли, ну, едва ли они, большая часть своей творческой жизни, вот, Евгения Николаевна Петрова, скажем, Григория, я издавна занималась и является известным специалистом по графике Федотова и периода, в котором работает Федотов. Вот, Наталья Николаевна Саламачина, которая пришла к нам сюда наверх, на горах, и куда пришла. Идите к нам. Сегодня принят наследие Федотова, графическое наследие Федотова. И надо вам сказать, что самое важное, наверное, я не буду говорить о том, что такое Федоту для истории русского искусства. Вы пришли на выставку, вы увидите. И сам Федотов, наверное, за себя скажет значительно ярче, чем мы можем что-то обрисовать в каких-то словах. Я хочу только сказать, что, в принципе, напомните вам, что Федотов, в конце концов, это одинокий гений. Как, собственно, всякий великий художник по-своему одинокий гений. Но большего одиночества, душевного, творческого, окружения общества, несмотря ни на что, чем Федотов, вероятно, испытал никто. И вот это бесконечное эмоциональное напряжение, вот эта страшная, трагическая работа души, которая видна в каждом его произведении, каким бы светом, так сказать, и прозрачным ни было, это то, что отличает Федотова, вероятно, от многих, если не от всех других. Художник, как и положено, испытал фурор, который он в конце жизни назвал мой оплеванный фурор. Художник испытал трагическое изменение обстоятельств, трагическое наплевательское отношение к нему, той русской жизни, которая так ярко и так многогранно воплотила в своем творчестве, где из мелочей, понимаете, строится космос. У Федотова нет то, что мы называем почерпушками, каких-то этапографических инструментов, где две-три линии и вот все, и это лишь над прикосновенной гене. В каждом из своих произведений, даже мелкий, он выразился полностью до конца и очень так ярко и, да, в целом, наблюдает, что, конечно, по-своему, трагично. Вот мы очень рады, что нам довелось в нашей произведенной жизни делать вас как Федотова. Мы с беспредельным уважением и сочувствием к нему относимся. И мы хотим, чтобы наши зрители отнеслись к нему так же, к праву, чтобы он того, как тесно был. Дорогие друзья, ни один музей не существует сам по себе. Все музеи находятся в едином музее. В сообществе не могут существовать друг с другом, но есть два музея, которые так неразвительно связаны, что, например, у кого больше нет. Это государственная Третьяковская галерея и русские музеи. Поэтому я с особо удовольствием предоставлю слово генеральному директору Третьяковской галереи в решении исповедания Третьяковской галереи. Спасибо большое за возможность сказать несколько слов. Для меня выставка Федотова – это действительно совершенно особенное событие. была первая выставка Третьяковской галереи, открывавшаяся в феврале этого года, на которой я присутствовала в качестве новоназначенного директора музея. Это художник, который для меня лично, как искусствоведа, действительно является одним из самых лучших в отечественном искусстве. И удивительно, что понять, что такое Федотов, можно только на таких выставках. Федотов создал всего около 40 артистов работ. Почти все они представлены, за редчайшие исключения. Здесь залы русского музея и были представлены на выставке в Москве. Федотов – это сотни тысяч рисунков, которые находятся в хранении и которые не показывают с обычной публики. Поэтому экспозиция в Москве была уникальной возможностью понять, что же это за художник, и оценить действительно его глубину и эстракизм, попробовать посмотреть на него современные взгляды. Это того стоит, потому что когда ты внимательно влядываешься в эти работы, они тебе раскрывают очень многое, чего ты не видел раньше и наталкивают на мысль, которым раньше не приходили. Две выставки – выставка в Москве, выставка в русском музее, казалось бы, схожие составы, они очень разные. И мне кажется, и та, и другая выставка – это счастливая, уникальная возможность для москвичей, для жителей Петербурга, для всей отечественной публики понять, наконец, что это за художник, и действительно получить какие-то особенные эмоции и особенные художественные впечатления. Я поздравляю моих коллег в русском музее с открытием этой предстательной, умной, тонкой, элегантно сделанной выставки и желаю ей самого огромного успеха и самого большого количества зрителей. Спасибо. Сегодняшнее событие не могло бы осуществиться, состояться без помощи наших друзей, спонсоров, но, прежде всего, друзей, многолетних, членов общества, международного общества Третьяевского музея. И я с удовольствием представляю слово старшему вице-президенту, заместителю и руководителя северо-западного регионального центра парка БТБ Юрию Анатольевичу Вильямовичу. Дорогие друзья, как положено, спонсор, я буду краток. Наша дружба с музеем продолжается уже 10 лет, и каждый год мы принимаем участие в организации, в открытии очень серьезных выставок, крупнейших русских художников. И сегодняшняя выставка не исключение. Мне посчастливилось уже ее видеть, поэтому я могу, как простой гражданин Петербурга, сказать, что выставка замечательная, вы приготовьтесь получать удовольствие, потому что она, каждое произведение Зенотова будет вас затягивать, наводить на какие-то размышления, раздумья. И в этой связи я считаю своим долгом поблагодарить, прежде всего, организаторов за такую бережную, тонкую и замечательную работу и за возможность нам всем увидеть нашу любимую из детства, в общем-то, художника. Спасибо. Сегодняшнее открытие – результат работы разных служебного музея. Существилось это с помощью друзей, которые только что выступали. Спасибо, в свою очередь, вам еще и еще раз за помощь. Но делалось это выставка в рамках больших, серьезных, просрепенных, главных научной части музея. Это вам предоставляю слово руководитель на общей части, вместитель и директора Русского музея Григорий Николаевна Федоровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже многое сказали, поэтому я не буду долго задерживать ваше внимание. Хочу только еще раз подчеркнуть то, о чем говорили Игорь Григорьевич и другие коллеги. Понимаете, рассмотреть Федотова нужно, конечно, внимательно. Выставка сравнительно небольшая, по сравнению с другими выставками, каким мы делаем. Но здесь действительно почти каждый экспонат требует того, чтобы к нему отнеслись внимательно. И путь художника, его судьба, творческая судьба, она укладывается в этой выставке и укладывается в его жизненный путь примерно в 15 лет, всего лишь в 15 лет. Где-то там от 37-го, 1837-го года и до 1851-го. Но за это время, как сменился стиль художника, как сменился в отношении к жизни, как сменились его картины. Начиная с таких почти голландских работ, он переходит к работам совершенно другого плана, уже критических по отношению к социальной действительности, как сватовство майора, вдовушка. И почти уже становится тем, чем потом станет Перов, Лепин и другие передвижники. И потом вдруг он меняет вот эту подробную, подробный разный раз, который он сопровождает, потому что еще своими поэтическими произведениями, читает эти поэтические произведения публики у своих картин, вдруг резко сменяется работа совершенно другого плана, где абсолютно нет никакого рассказа. Где есть просто цветовое и световое выражение без подробного рисунка, без деталей, состояния человека. Как в игроках это драма, драма человека, который попал в такие жизненные обстоятельства, что он стал игроком и, видимо, проигрался. И вот это его отчаянное состояние трагедии, оно выражено буквально просто пятно и цветом. Все. И следующие работы тоже, и «Откор и Анкор», и другие поздние работы, и даже «Синий мизаж» метафорический, где идет по набережной Васильевского острова, идет Федотов с рулоном или с папкой рисунков, непрорисованное изображение, тоже только цвет, серо-бело и закат розовый больше ни к чему. И это, конечно, уже работа, которая выпадает в середине 19 века. Они уже, как, например, эскизы к игрокам, это, конечно уже ближе к врумму, врумму, серо-бело, это уже 20-е вето, это уже экстрессионизм. То есть художник перескакивает в свое время. И вот это все в течение каких-то всего лишь 15 лет. Конечно, гений, конечно, гений, конечно, человек, который за очень короткое время сделал то, чего не сделал никто, в его эпоху, оставил нам прекрасное, небольшое, прекрасное наследие, которое, я думаю, еще долго будет переживаться, долго будет как-то трактоваться, изучаться. И долго люди будут получать наслаждение от того, что мы видим. Вот в том числе и на разных выставках, и на сегодняшних тоже. Поэтому выставка в этом смысле, как нам кажется, она дает возможность понять, что это было еще лучше и больше, чем это было до того. Но, возможно, это было только в том случае, если мы работали в коллективе, работали в ансамбле, смогли в том числе создать атмосферу, как-то приблизить ее к интерьерам середины в 19 веке, и в этом смысле нам очень помогли наши дизайнеры, за что им большое спасибо. Смогли мы это сделать, разумеется, все наши дизайнеры смогли зайти не только благодаря помощи банка ВТБ, потому что это все, как вы понимаете, не три копейки стоит. И, конечно, самое главное, что мы могли представить полноту творческого разнообразия Федотов именно потому, что мы работаем в сотрудничестве в Третьяковской дверей, и мы, как мы, Третьяковская дверя, предоставили все, что было нужно Третьяковской, так и Третьяковская дверя предоставила нам все, что было нужно в Русском музее. За это огромное спасибо Третьяковской дверей, за это всем, потому что без этого такого рода выставки просто не могли бы состояться, это было просто часть нашего экспозиции, как там, так и там. Поэтому мы благодарны всем участникам этой выставки, всем, кто над ней работал, и, конечно же, мы благодарны вам за то, что вы оказали внимание и Федотову, и Русскому музею, пришли сюда и рассчитывали на то, что вы внимательно посмотрите выставку и уйдете отсюда с чувством такого познания, нового познания и художника, и жизни середины девятнадцатого столетия. Спасибо. Дорогие друзья, нам остается только объявить выставку открытым, а вам остается представить, что мы сейчас разрезали алую ленточку, потом ее на сувениры разрезали и пригласили вас в один зал. Но поскольку вот мы открытие здесь сделали в этом зале, надеюсь, тем, кто сидел, было удобно, сейчас получится такая вот ситуация, когда те, кто сидел в первых рядах, оказываются в конце очереди, и вообще вот у нас узкие двери, это вот такой момент, в котором мы рассчитываем на ваше понимание. Поэтому выставка открыта, проходите, пожалуйста, но не все сразу, но так вот, вам такой добрый, хороший год. Спасибо.